Вблизи Пуэрто-Морелос в мексиканском штате Кентано-Роа, на дне затопленной 40-метровой пещеры дайверы, нашли останки странного существа, которые были подняты на поверхность и вскоре исследованы учеными. Оказалось, данные останки принадлежали неизвестному виду гигантского ленивца. Ранее в этой пещере уже находили различные окаменелые останки, например соблезубого тигра и древнего медведя. Но данная находка стала уникальной. По словам ученых, если бы животное встало на задние лапы, то его рост мог бы достигать двух метров в высоту. А вес ленивца составлял около тонны. Животное отнесли к ранее неизвестному виду, которому дали название находчичек сибалбока. Если перевести с языка майя, великий коготь, обитающий в подземном мире. По всей видимости ленивец заблудился в разветвленной системе пещер и угодил в глубокую 40-метровую яму, которую потом затопило водой. Всего существовало несколько видов гигантских ленивцев. Они отличались крупными размерами, вес некоторых достигал несколько тонн, а высоты до 6 метров. Возникли они в примерно 35 миллионов лет назад и обитали в новом свете. Гигантские ленивцы, в отличие от своих современных сородичей, жили не на деревьях, а на земле. Ученые установили, что гигантские ленивцы рыли норы. Больше всего этих нор обнаружено в Южной Бразилии. Высота нор составляет от полутора до 3 метров, а длина более 100 метров. На стенах разветвленной системы ходов были обнаружены следы когтей, принадлежащих ленивцам. Причем сразу нескольким особям. В связи с чем, ученые предположили, что ленивцы жили целым семейством. Более того, ученые предполагают, что причиной вымирания гигантских ленивцев стал человек. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.